В эфире программа «Наши темы» в студии Александра Платонова. Здравствуйте! Летний сезон в самом разгаре. Конечно, нам хочется проводить больше времени на воде. Вот о том, как провести его без трагических последствий, сегодня мы беседуем с руководителем на Учебоксарского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам Юрием Леонидовичем Каргиным. Юрий Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! Вот о рейдах, о статистике и о правилах поведения на воде мы с вами еще поговорим. А давайте начнем у вас с какого вопроса? Расскажите немного о себе, хочется с вами поближе познакомиться. Ну, о себе можно коротко. Сам родился в деревне, река Волга рядом, родители. Отец служил на Тихианском флоте пять лет и всегда носил тельняшку. Очень хотелось ее поносить, но она была большого размера. И вот в четвертом классе мама мне тельняшку подогнала под мой размер и фланелевку, то есть можно сказать. И на Новый год мы пошли в деревню, в школу. И вот тогда мне угостили конфеточкой за эту форму, без козырка, фланелевка, тельняшка, ремень военно-морской. И мне это все понравилось. Не то, что конфетка, но именно вот форма сама нравилась. И после этого хотелось бы очень быть моряком. Ну, закончил Астраханскую мореходную школу, далее призвался на флот в 79-м году. Середвинская школа техников там два года отучился курсантом и выпустился уже в качестве мичмана на Краснодарный флот. Вот, а служив там 9,5 лет, я в 91-м году уже вернулся на родину, можно сказать. Далее работал в определенных местах. И вода все-таки к себе тянула, манила. И вот в структуре МЧС, оказывается, была государственная инспекция по маломерному судам. Ранее об этом не слышал. Попытался устроиться на работу, приняли на работу. И уже с 2005 года работа именно вот в этой структуре. Работа нравится, работа с людьми, вода, солнце, можно сказать. Ну, Новочебоксарском заведуете маломерными судами в Новочебоксарске, правильно? И инспектируете именно этот участок? Да, именно с 1 ноября 2008 года в Новочебоксарске являюсь руководителем Новочебоксарского участка. В статье, значит, капитан, старший рулевой моторез и государственный инспектор по маломерным судам. А в вашей структуре еще много ваших коллег? То есть с кем вы работаете? С структурой имеется в виду, центр находится в Чебоксарах, а совместная работа именно с органами полиции, с спасателями, ГОЧС, города Новочебоксарска, и совместно работаем. Ну вот сейчас мы подобрались непосредственно к вашей работе, к рейдам. Скажите, как часто вы их проводите, с какой целью и какие имеете при этом результаты? Ну, в соответствии с планом, графиком контроля на водных объектах, мы патрулируем водные объекты. Чаще на выходные, пятницы, субботы, воскресенья сотрудниками полиции. А именно на воде. В средние недели со спасателями и сотрудниками ГОЧС города Новочебоксарска набережную просматриваем. Сотрудники береговые, можно сказать, по берегу идущие сотрудники полиции убеждают, что там не распиваются спиртные напитки. Наша работа профилактическая, разъяснительная. Беседуем с детьми, со взрослыми и распространяем памятки, как себя вести именно на воде в купальный сезон. Юрий Леонидович, ну и давайте поговорим теперь о статистике. Вот профилактические рейды, да, вас вместе с вашими коллегами, с другими структурами, имеют действия на наших горожан, которые, может быть, неадекватно, неправильно себя ведут на воде и так далее? Если брать 2019 год, то в Чувашской республике уже утонуло 7 человек. Из них трое детей. Если брать взрослых, то в городе Новочебоксарск уже мы потеряли двоих. В подходном канале мужчина приехал на велосипеде, спасатель его видел, с ним беседовал. Пока пошел по берегу в сторону Новочебоксарской пристани, к городскому пляжу, обратно вернувшись, велосипед лежит, вещи лежат, пиво стоит. Ну, естественно, вот так результат, что он распивал спиртные напитки и утонул. Другой пример, именно за Автроградом, Новочебоксарская. Два дня люди пили, пили, пили. А там водоем такой, что глубина там не более полтора метра. Там вообще невозможно купаться. Ну, решили охладиться. Один зашел и тоже потеряли. По поводу детей, значит, трое детей в Чувашской республике. Один в Стивилийском районе, значит, получается, на велосипеде катался. Возле дома мама попросила кататься. Другой тоже шестилетний. Оба шестилетних друг катаются. Мама смотрит в окно, нет детей. Прибегает к водоему, а там плотина. Два велосипеда лежат. Дети в воде. Достала одного. Откачала, можно сказать так. Скорая увезла, а другого потеряли. Комсомольский район. Десятлетняя девочка. Друзья в таком возрасте. Дети к водоему без присмотра. Родители пошли. Купались. Все радостные. Только на берегу собрались, смотрят. Кого-то нету. А кого нету? Оказывается, девочки нету. Маргаровский район. Десятилетний тоже мальчик. Тоже вот так теряем детей. Ну, в Чапоксарске мы в том году потеряли именно второклассника. Что самое страшное, если в 2011 году, по 2017 именно год мы детей не теряли. Но вот в 2018 году так получилось, что мы потеряли второклассника. Опять-таки, без присмотра родители. Вроде и на берегу-то взрослые были, купались. Никому в голову не пришло просто попросить уйти. А по поводу профилактической работы, если брать с Нового года, из декабря мы ходим по школам, именно 17 школ. Зимой по зимней теме, а летом при школьных лагерях мы сейчас практически все школы обошли. Осталась одна школа. Сан-Торин, Надежда. Проводим занятия именно в бассейне. Буквально завтра в дельфине будут занятия именно в бассейне. Как научиться плавать и как себя вести в той или иной ситуации. Дети слушают внимательно. Многие уже знают, потому что каждый год мы ходим в один и тот же класс, в одну и ту же школу. Получается, мы ходим четыре года подряд в один и тот же класс. То есть результаты дают о себе знать. Но хотелось бы все-таки именно родителей предострелить уважаемые родители, бабули, дедули, дети наши, бриллианты, золото. Ну, пожалуйста, не оставляйте одних, не оставляйте одних. Поэтому вот эту просьбу хотелось бы. Ну, Чебоксарск находится на воде. Естественно, у нас есть маломерные суда, катера, лодки. Вот для них какая информация есть важная, актуальная, которая всегда им поможет спасти себя и тех, кто с ними рядом находится? Именно хотелось бы затронуть именно тему маломерных судов. Потому что буквально вчера в новостях передали информацию, что маломерное судно с перегрузом вместо пяти, допустим, восемь человек посадили. Дети там были. Заклинило именно рулевое управление. Хотя освидетельствует проходило оно, допустим, в том году. И сразу на большой скорости, в связи с тем, что скорость не сбросил капитан, и в берег пострадали люди. Другой пример. Ну, Чебоксарская тоже была в 2011 году. Состояние в таком, что люди перебирались с острова на правый берег, лодка перевернулась. И итог печальный. Человек утонул. Именно, уважаемые судоводители, вы, сажая на борт своего судна, детей обязаны одеть на них спасательные жилеты. Сами жилеты, они должны быть у вас под рукой. Конец Александрова называемый, он тоже должен быть под рукой. Вдруг человек упадет, вы всегда успеете выкинуть эту лень и оказать помощь. А пока вы найдете в этом бардачке то, что под низом лежит, это тоже печальное. Правила плавания маломерностов не рекомендованы, запрещено нарушать, пересекать судовый ход. Не ближе, не ближе 500 метров завершить маневр. Если ранее было километр, то сейчас не ближе 500 метров уже завершать маневр, переход судового хода. К пляжам запрещено подходить. У нас на Чебоксарском городском пляже работает. Необходимо избегать подхода к пляжам, потому что там все возможно. Человек в забойке заплыл, нырнул, вы не заметили, и можете винтом поранить человека. Именно это хотелось бы предостережить судоводителей. Ну и вот раз мы затронули тему на Чебоксарском нашего городского пляжа, расскажите о его готовности. Как он встречает наших горожан? Готов ли он к встрече вообще горожан? И что там приспособлено для того, чтобы вовремя отреагировать на какую-то внештатную ситуацию? Городской пляж на Чебоксарске нами освидетельствован, принят к эксплуатации. Эксплуатация разрешена, там имеются спасатели, там водная гладь огорожена буйками, есть место для неумеющих плавать, тоже детская купель. Значит, там мачта, то есть для обозначения метеообстановки. Пляж, если открыт, значит, флаг висит, если купол не запрещено, значит, черный шар круглый висит. Значит, информация о пляже уже имеется, люди об этом знают, поэтому дно освидетельствовано, то есть водолаза осмотрели, дно безопасное. Благо, вот только воды маловато, ну, от нас уже не зависит, но купание там безопасное, там, по крайней мере, спасатели есть. Это единственное место, где у нас разрешено. Да, единственное место, значит, Боксарское, значит, в подходном канале района Боксарской пристани, и левый берег по всему, купание запрещено, там выставлены знаки, аншлаги, там нет спасателей. Именно в тех местах, где нет спасателей, опасно купаться. А дети, дети, там тоже туда приходят. Ну и вот подобрались, да, к мерам безопасности и вообще правильному поведению на воде. Поэтому, Юрий Леонидович, еще раз для наших горожан, как правильно себя вести на воде? Уважаемые горожане, гости города, хотелось бы напомнить именно меры предосторожности и правила поведения в купальный сезон. За два часа до купания люди обычно покушали, кто-то на пешком, кто-то на велосипеде, кто-то с родителями, именно с родителями приехали, пришли к водоему. Именно с родителями дети должны быть у водоема. Родители осмотрели дно, но должно быть песчаным, пологим. То есть песок там ни ел, ни глина, ни водоросли никакие не должны быть. Значит, родители осмотрели, дно прекрасное, замечательное. Дети в это время разделись, остыли. В вспотевшем состоянии воду заходить нельзя. Зашли, ну как обычно, как в мультике ножку опустили, дрожь потела, это первая стадия. Далее по колено зашли, окунулись, с головой присели, встали, кожа красная. Это вторая стадия привыкания организма к этой температуре воды. Дальше вы купаетесь минут 15. Более 15 минут купаться запрещено. Могут быть судороги, могут быть простыть ребенок, и потом проблемы уже в возрасте. Поэтому более 15 минут купаться нельзя. Запрещено подавать сигналы ложного, без цвета, то есть шутя, кричать, помогите, я тону. Раз, два, три, крикнись, каждый дурачок всегда кричит, к вам никто не поплывет. Запрещено баловаться в воде, дергать человека за руку, за ногу, если он об этом не знает, он испугается, сердце остановится. Держать человека голову в воде, вы думаете, что он с вами балуется, играет, а оказывается дыхание, воздуха нет у человека. Далее, если человек все-таки кричит, зовет на помощь, в первую очередь кричите, вдруг кто-то услышит, кто-то вас крепче, сильнее. Звоните на телефон 101, либо 112, телефон экстреннослужбы, это обязательно. Далее, если вы все-таки в состоянии плыть к этому человеку, плывите, именно не доплывая до него за 2-3 метра, вдохните воздух, нырните, разверните его за ноги, чтобы он к вам спиной оказался, именно, чтобы он вас не утопил. Транспортировка на берег, либо за волосы, либо руки вверх его головы в замочек, либо под мышку, две руки, руками гребете, ногами обладыхаетесь. Если же человек говорит, что я устал, он буквально просит об этом, можно, он развернулся спиной к вам, за голову, голова его над водой, он руками гребет, ногами обладыхаетесь, вы ножками транспортируете на берег. Освобождение за вход, это большое значение имеет. Пожалуйста, именно правила поведения на воде вы должны соблюдать. Не заплывать далеко, за быки не заплывать, там могут быть водоросли, лодки могут ходить. Именно, пожалуйста, берегите себя, будьте благоразумны. И культура отдыха у воды тоже самое важное. Многие родители приходят с детьми и распивают спиртные напитки. Дети все это видят, что будет потом. Мамы, папы сидят, дети сами по себе, они про них уже забыли. В итоге теряем детей. Берегите, пожалуйста, наши бриллианты, золото, дети, внуки, внучки. Спасибо. Ну и, Юрий Леонидович, вам действительно спасибо большое, что нашли время, дали рекомендации нашим горожанам. Надеюсь, что они как раз помогут не испортить летний отдых на воде, в том числе. Спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Всем здоровья и берегите себя. Ну что ж, дорогие телезрители, на этой минуте я с вами прощаюсь. С вами была Александра Платонова. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин